Пламенный лотос очищения Давным-давно Сяо Янь нашел фрагмент древней карты, открывающей расположение особо мощного небесного пламени. По словам Яо Лао, оно занимает третье место в рейтинге. Еще в первом сезоне аниме Сяо Янь нашел заброшенную пещеру, в которой оказался скелет таинственного эксперта. Между костями старца был спрятан весьма необычный свиток. Яо Лао, увидев его, был шокирован. Так что же находилось в нем? Это был старый пергамент пожелтевшего цвета. На нем изображено множество линий, которые, казалось, нарисованы без всякого порядка. Сяо Янь ничего не мог понять. Яо Лао посмотрел весь пергамент и внимательно изучил его. В углу пергамента было размыто изображение чего-то похожего на лотос. Весь лотос был черным, на его поверхности коагулировалось пламя темного цвета. Какое же небесное пламя скрывала эта карта? Это было очищающее пламя золотого лотоса. Оно имеет третий ранг в списке пламени небес. Кроме того, оно самое таинственное из всех известных. И хотя оно занимает третье место в рейтинге, оно нисколько не уступает пожирающему пламени, которое занимает второе место. Это пламя имеет способность очищать всё. Любой объект, который погрузится в него, будет очищен чрезвычайно пугающей силой. Этот вид небесного пламени чрезвычайно редок. Существует два или три цветка, но никто не имеет представлений, где они могут быть. Но эта карта может проложить путь к очищающему пламени лотоса. Это невероятная удача, что Сяо Янь нашёл маленький кусочек информации об очищающем пламени. Если он сможет в будущем успешно поглотить его, будет трудно представить, насколько уровень техники сжигания сможет вырасти. Это был лишь первый из четырёх фрагментов карты, которая позволяет найти лотос очищающего пламени. Сможет ли Сяо Янь найти остальные части карты? И действительно ли он найдёт пламя очищения? В процессе дальнейших приключений и путешествий Сяо Яня он нашёл и остальные фрагменты. Ему очень повезло, ведь он нашёл вторую фрагментированную часть карты очищающего пламени лотоса в магазине древних карт Хай Бадона. Кстати, в тот раз Сяо Яню пришлось даже немного сразиться с Ледяным Императором. Сам Хай Бадон нашёл её по случайности и не хотел продавать. Но в книге Сяо Янь выменял её в обмен на пилюлю шестого ранга. Казалось, будто Сяо Яню и очищающему пламени лотоса суждено встретиться. Ну а что насчёт третьей и четвёртой части карты? Третий фрагмент карты очищающего пламени лотоса Сяо Янь заполучил во время большого аукциона ярмарки в регионе Чёрного края. Помимо карты там были выставлены настоящие сокровища. Пилюли дракона Иньянь седьмого ранга, техника трёх тысяч молниеносных шагов и другие. В начале Сяо Янь не смог выкупить лот с фрагментом карты, однако позднее забрал её, как и ряд других сокровищ у Фань Лина из Секты Крови. На данный момент это последний фрагмент карты, который нашёл Сяо Янь в аниме. Остаётся ещё один, и Сяо Янь начнёт поиски практически самого мощного пламени, которое он может найти. Пламени лотоса очищения. Итак, последнюю часть древней карты он обнаружит немножко позже, на аукционе пространственной ярмарки. Каждые несколько лет на центральных равнинах проводится специальная пространственная торговая ярмарка. Рядовой эксперт не знает о ней. Даже многие эксперты, чья сила достигла класса предка, никогда не слышали о ней. Это потому, что первым условием для участия в этой пространственной выставке является то, что сила участника должна достичь не менее пика девяти звёзд предка. Другими словами, большинство из тех, кто может принять участие, являются настоящими экспертами высшего уровня на этом континенте. Пространственная выставка проводится раз в десять лет. Появилось довольно много загадочных сокровищ, и даже удалось найти навык класса тянь. К этому времени Яо Лао уже обрёл физическое тело и небывалую мощь. Вместе с Сяо Янем он захватил последний недостающий фрагмент карты у троих старых монстров из фракции «Облачного дождя». Это крайне злая и презренная фракция, которая давным-давно была изгнана из центральных равнин. И вот трое из этой фракции имели фрагмент карты. Как Яо Лао и Сяо Янь могли упустить возможность проучить этих злодеев и при этом забрать такое сокровище? Они, естественно, сразу же узнали почтенного Яо Ченя. К тому моменту он уже прорвался на уровень Мнимого Святого. Они втроём объединились и атаковали вместе. Пространство вокруг Яо Лао сразу же исказилось. Затем он начал сражаться с двумя братьями, выпуская наружу поразительную энергию. Сяо Янь также сформировал множество сложных ручных печати, воплощая печать клана. Его аура резко возросла с «Почтенного воина восьми звёзд» до третьего этапа «Высшего почтенного воина». Его противником был «Почтенный воин» полных шести этапов, поэтому у Сяо Яня не оставалось выбора, кроме как вести себя бдительно по отношению к своему противнику, которого можно было посчитать сильнейшим из его оппонентов до текущего времени. К слову, в это же время с Сяо Янем были Сяо Исянь и Цай Линь, тоже на уровне «Почтенных воинов». Чтобы защитить их, Сяо Янь использовал сильнейшую атаку. Противник резко повернул голову и увидел пять сгустков пламени, повисших перед молодым парнем в чёрных одеждах. Четыре вида небесного пламени? Сяо Янь заметил, как выражение этого врага резко изменилось. Холодная ухмелка вспыхнула на его лице. Он впервые собирался воспользоваться пламенем преобразования жизни после поглощения ледяного пламени. Четыре вида небесного пламени и одно псевдонебесное пламя. Пламенный лотос ярости Будды из пяти элементов, которым Сяо Янь ранее ещё никогда не пользовался. Это настоящее сражение за четвёртый фрагмент карты очищающего пламени лотоса. Что же будет, когда Сяо Янь объединит все эти фрагменты? Узнаем об этом в одном из следующих видео. Большое спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok